Петербург не только культурная, но и спортивная столица России. Здесь можно заниматься любыми видами спорта, начиная от бокса и заканчивая бальными танцами. Как и где это сделать, расскажет Соня. Сегодня она станет боксером и отправит в нокаут чемпиона России Андрея Косинкова. Всем привет! Сегодня мы находимся в Мурино, в одном из девяти залов Федерации бокса Санкт-Петербурга. А приехали мы сюда, чтобы показать вам, как и где в Санкт-Петербурге можно позаниматься боксом. Пойдемте! Добро пожаловать в мир бокса! На входе каждый посетитель зала должен обязательно надеть бахилы. Соблюдаем чистоту. На стойке справа от входа вы можете оставить свою верхнюю одежду, а на стойке слева от входа вы можете приобрести другую одежду, если не взяли с собой свою. На самом деле у Федерации бокса Санкт-Петербурга очень классный мерч. Здесь есть различные виды футболок, маек, есть худи, есть худи без рукавов. И что самое главное, они абсолютно разных размеров и для детей, и для взрослых. А помимо одежды в Зале Федерации бокса можно приобрести тейпы, бинты, кружки, перчатки, капы, ну и в общем всю остальную амуницию для занятий боксом. У нас есть несколько раздевалок. Это детская, как раз она находится за моей спиной, женская и мужская раздевалки. Я предлагаю зайти в детскую и посмотреть, как и что там обустроено. Раздевалка небольшая, но очень уютная, с такими комфортными маленькими скамеечками. Мне сразу захотелось стать маленьким боксером и попасть в секцию бокса. А еще у нас есть весы, потому что каждому боксеру важно знать свою весовую категорию. Интересно, сколько вешу я? Я никогда на них на самом деле не встану, я не взвешивалась уже три года. Я просто боюсь это делать. И вы тоже не узнаете мой вес. В Зале Федерации бокса Санкт-Петербурга вам доступно несколько видов тренинга. Это бокс, женский бокс, детский бокс, кикбоксинг, самбо, джиу-джитсу и функциональный тренинг. Вроде ничего не забыла. Вы можете заниматься индивидуально или в группе. Прямо сзади меня сейчас проходят тренировки детей по боксу и смешанным единоборством. Пойдемте подсмотрим, что делают ребята. Мы заглянули на тренировку юных боксеров. Одни прыгают на скакалке, другие тренируются с грушей или с боксерскими мешками. Аккуратно пройдем сквозь скакалки, чтобы нас не убили дети. И заглянем в зал функционального тренинга. Там работают взрослые посетители зала. Бычком, бычком, бычком. В зале функционального тренинга мы можем воспользоваться различным видом инвентаря. Здесь есть и гири, и гантели, и набитые песком мешки, и балансиры, и специальные канаты для занятия кроссфитом. В общем, инвентарь на любой вкус. Думаю, что через пару занятий я смогу поднять этот мешок над головой, а пока не могу. Кажется, я нашла вес, который подойдет именно мне. Уже началась тренировка взрослых. На самом деле, мне тоже не терпится побыстрее переодеться и выйти в ринг. Женская раздевалка у нас уже намного больше, чем детская. Здесь вы можете оставить свои вещи в шкафчиках. Идем посмотрим дальше, что есть у нас в раздевалке. Вашему вниманию представлены 4 раковины. Дальше, что особо удивило меня, так это наличие средств гигиены. Гель для душа, кстати, очень вкусненький, с малиновым запахом. Дальше, дезодорант, крем для рук. И даже, девочки, внимание, сыворотка для лица. В каком еще зале вы можете встретить такую опцию? Ну и, конечно, фен. Это очень важно. Я пошла переодеваться, а вас вместе с камерой попрошу удалиться. Итак, к нам присоединился серебряный призер чемпионата России Андрей Косинков. Сегодня Андрей проведет мне тренировку. Ты готов взять такого дилетанта, как я? Да, конечно. Я так понимаю, мы должны начать с разминки. Что мы сделаем первым делом? Первым делом нужно пробежаться в несколько кругов. Ненавижу бег. Побежали. 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 Побежал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шея, кисти. Боксер должен обязательно их обнимать. Три спарринга. Где Соня? Соня, где ты? Соня, Соня, вставай. Вставай, это была только разминка. Идем дальше. В наших руках скакалки. Я знаю, что спортсмены и боксеры часто прыгают на них. Расскажи, для чего это делается? Это делается для того, чтобы ноги были выносливыми и сильными. Мне этого как раз не хватает. Поехали прыгать. Плечи расслаблены. Плечи двигаемся на ногах. Так хорошо получается. А я мастер спорта по фигурному катанию. Все, все. Еще раз. А вот так я, кстати, не умею. Господи, я надеюсь, на этом-то разминка закончена? На этом, да, разминка закончена. Иступим к основной части. Мы прошли первую часть пути. Сейчас мы будем работать с гантелями. Я взяла зеленого цвета. Потому что почему? Потому что они подходят под цвет моих штанов. А что еще нужно девушке? Поехали. Простойка, чем нога. Ага. Наживание ног при движении. То есть делал стойку. Ты правша или лиша? Я правша. Так, чуть-чуть его как поуже. Вот, стойка должна быть. Да, ты правша, говоришь? Да. Я тебе даже вот это, у тебя передняя рука. Да, меняю ножку. Подбородка, передняя рука перед собой чуть выше, на уровне глаз. И начинаем движение. Я имею в виду шаг, но я покажу хорошо. Вот, просто вот, что у нас движет. Вперед-назад. А с двух на две? Да, да. То есть, ну, не соединяй ноги, да. Чуть пошире. Вот, да, да. И потом удар переднего. Раз, раз, раз. На движение вперед бьешь передней рукой. Да. Да. Все, я устала. Я больше не могу. Это получается у тебя левой и правой. Вот, вообще стою. Бьем раз, шагаем. Одновременно подставляешь ногу, разворачиваешь корпус. Ногу подставляй вот сюда вот. На ногу садь. Разворачивай корпус. И бей его прямо перед собой. Я ничего не поняла. Еще раз показывай. Смотри. Когда ты бьешь правой рукой, тебе нужно подставить ногу, развенуть корпус. И чтобы твоя рука шла. Вот, ты смотришь. Прямо на кулак. То есть подбородок у тебя закрыт. Плечом прикрываешься, да. Повыще плечо подними, да. Иду перед собой, смотря на ногу. На голову пониже. И вот теперь соедини это все вместе. Ролкость повыше. Раз, два. Подставляешь ногу, да. Разворачивай, да. Прямо разворачивай голову. Да. Раз, два. Два. Давай, молодец, хорошо. Да, и обратно давай. Раз, два. И шаг. Раз, два. И назад. Вот, да, молодец. Еще раз. Раз, два. И назад. Мы поработали у зеркала. Теперь перемещаемся на пневматическую дочку. Наносишь удар вот этими двумя костяшками, двумя пальцами. Это очень сложно, я знаю. Ну и вот стараешься попасть. Так. Нормать этот передний. Тогда на каждый, да? Да. Не, не, не на каждый. Один раз ударь, она ударилась, и потом в руку возвращай, и второй раз. Да, да, да. Тяжело. Давай, давай. Расскажи, для чего нам нужно это упражнение. Для тоже выносливости рук, и силы, и для координации движения. Я думала, у меня только ноги невыносливые, а оказывается, еще и руки. Это делать очень тяжело. Сейчас будет жесткая ружба. Как вторую надевать-то, а? До конца засуни руки. Оказывается, я еще и перчатки надевать не имею. А куда бить-то? Да, куда угодно, по всему делу. Ну вот, корпус голова. Да, и по голове. Прям не стесняйся. По голове? Да, и не стесняйся. Ни фига. Вот, да. Вот, обей сильнее, не бойся. Да, раз, да. Это не больно? Так же двоечку. Не, мне не больно. И так же можешь двоечку пробить. Это что значит? Ну, раз, два. А я не помню, как это делать. Давай учись. Раз, и второй рукой сразу. Да, да, вот, да. Только руки вот обратно, как бы, да, вот, подборок. Раз, два, давай, еще за мной. Раз, два. Слушай, а ноги как должны идти? Моги вот, иди. Ага. Близко их не, то есть не своди. На ширине плеч. И просто ты их подставляешь, идешь. Я поняла. Давай. Раз, два, да, идешь за мной. Пособранный, пособранный, ручки. Давай. Раз, два, два. Раз, два. И боковой вот так же бей. Отсюда давай бей. Это куда? Да, вот, да, да, еще. Дворечник. Вот, другой рукой давай. Еще вот этой давай. Раз. Давай, сейчас пробили. И ухо. То есть, ныром где? О, давай. Подожди, тут. Можно я только это сделаю? Да, ногами. То есть, ну, просто присела, то есть, и встала. Присела, да, и встала, да. То есть, чуть на ногах, вот, тормоз перемещаешь. Угу. Да? Да, я ближний. Да. Да. Ну что, тренировку мы закончили. Я устала, почувствовала себя настоящим боксером. Понравилось мне или нет? Скорее, да. Но я хочу, чтобы мой тренер оценил мою сегодняшнюю работу. Как я тренировалась. Саня, ты сегодня молодец, тренировалась хорошо. У тебя неплохо получалось. Это великое будущее. Продолжай в том же духе. У меня великое будущее. Ну что, друзья, я отлично провела сегодняшний вечер, освоила новый вид спорта и с удовольствием еще раз приду на бокс. Особенно, если у меня будет такой же симпатичный тренер. Подписывайтесь на наш канал «Спорт день за днем», ставьте лайки, пишите комментарии и будем вместе с вами путешествовать по спортивным площадкам Санкт-Петербурга. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok